Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня я запаслась бумагой, линейкой. В принципе, и все. Ни ножницы, ни клей нам не нужен. И мы поговорим с вами не о растениях, а поговорим о том, чем можно заняться долгими зимними вечерами, чтобы быть во всеоружии готовым к сезону, когда придет пора либо подкармливать растения, либо собирать семена, либо их просушивать. То есть маленькие хитрости с пакетиками для семян и упаковочками для семян. Сначала приступим к самому простому, элементарному. Я думаю, что когда-то в детстве вы играли в фанты. И тогда какие-нибудь красивые, редчайшие этикеточки от конфет вы складывали каким-либо образом. Вот это из той же истории. Мы берем простой лист, сложили его в три сложения. Примерно треть, либо стойка прикидывается по высоте загиб, чтобы поместился тут то количество семян или удобрения, которое вы приготовили. Загиб готов. Сделали такую вороночку, расширили, насыпали семена либо удобрения. Немножко сделали такую направляющую и отправили в складочку. И получили такой простейший, элементарный фант пакетик. Да, он не очень надежный. Ну, элементарно можно положить в сумочку и довести что-то, то, что нам понравилось, и мы собрали, либо там что-то насыпали, удобрение какое-то, точно взвешенное, и довести до нашего объекта, нашего дачного участка или еще куда-либо. Это простейшее. Немножко усложним наш вариант. Складываем вдвое. И еще раз вдвое. Снова загибаем на нужную нам высоту. Расправляем, чтобы здесь была воронка. Потому что если мы насыпем сюда, все высыпется. Поэтому внимательно сюда, в глухую стенку. Делаем легкую направляющую, стрелочку. И отправляем снова же в крайнее глухое наше отверстие. Отправили. Получилось вот такой маленький конвертик. Подписали селитра, семена, астры, дата, разводить так-то. Тоже не совсем надежно, но элементарно и просто тому, кто хочет начать с чего-либо. Следующий. Следующий. Нам надо будет воспользоваться любым листом и получить из него квадрат. Как получить квадрат? Что такое квадрат? Все стороны равны. А все стороны равны, если и треугольник будет с равными сторонами. То есть мы лист доводим до края. Край к краю. Лишнее, чтобы было быстрее, мы воспользуемся и меньше. Лишнее убираем. Это у нас квадрат. Оставляем его треугольником. И все просто. Уголочек доводим до середины. Выдерживаем горизонталь. Доводим до середины. Выдерживаем горизонталь. Теперь отгибаем кусочек. Расправляем. И у нас получается вот такой пакетик. Чем он хорош? Есть семена, которые в раскрывающихся коробочках. И когда мы подходим к кустику и начинаем делать какие-то манипуляции, отрывать отдельные коробочки, непременно что-то просыпается. Вот, например, как львиный зев. У него коробочки раскрывающиеся. Поэтому мы оборвали аккуратно, опрокинули туда и поставили еще в какую-то коробочку. Для того, чтобы куда-то донести. А еще это не только вид до семян. Еще можно воспользоваться это как такой стаканчик быстрого использования. Можно сюда насыпать, например, картошку фри. Почти такие же пакетики. И вот, посмотрите, водичку он для того, чтобы попить с горного ручья или где-то еще вполне достаточно. Ваше здоровье. Будем идти дальше по пути усложнения. Снова нам понадобится квадрат. Что будем делать с этим квадратом? Ой, немножко не поделаю. Квадрат мы получим так. Удаляем лишнюю часть. Сложили от угла к углу. Сейчас мы пока будем делать заломы, отстеживать и складывать от угла к углу, от угла к углу. Пополам. По одной стороне. Пополам. По другой стороне. Это мы делаем для того, чтобы у нас получились многочисленные заломы, которые будут нам в дальнейшем помогать. Вот какая картинка. Ну, как вы видите, я использую черновики в целях экономии. Как бумаги, так и вообще природных ресурсов. Изломы, изломы, изломы. Что мы делаем дальше? Уголочек к середине. Проутюжили. Уголочек к середине. Проутюжили. Уголочек к середине. Проутюжили. И снова последний уголочек к середине. Проутюжили. Мы не расправляем. Оставляем так квадратик. Теперь край доводим до середины. Довели. Проутюжили. Но оставляем. Нам нужна отутюженная линия. Следующий край до середины отутюжили. Следующий. И так со всеми четырьмя сторонами нашего квадратика. Сделали. Вот немножко так мы его расправили. Это уже видно бортики. Это будет середина нашей коробочки. Отпускаем одну часть. Легким движением руки ее управляем. Теперь мы видим, что здесь вот есть сдвоенная сторона. Возле этой сдвоенной стороны у нас излом. Мы ее заламываем внутрь. И снова сдвоенная сторона заламываем внутрь. Доводим до серединки. И теперь он сам просится этот язычок, чтобы мы его отправили сюда. Отправили. То же самое делаем с этой стороны. Легким движением руки отвели. Сдвоенный край. Здесь у нас есть залом, поэтому легко заправить. Раз. Раз. Идем к серединке. просится, чтобы мы его опустили. Опускаем. И вот со всей этой абракадабры у нас получилась коробочка. Проутюжили краешек. Закрепили. 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 Сюда мы сможем положить семена на хранение. Например, у меня здесь насыпаны семечки для хранения. Когда под рукой у нас нету никакой другой емкости. В пластике семена сушить нельзя. В целлофане семена сушить нельзя. Либо другие какие-то природные материалы. А сюда мы смело можем насыпать любой природный материал. И здесь он будет естественным путем хорошо очень просыхать. Потому что бумага, как известно, хорошо вентилируется. А также можно сделать из более плотной бумаги. Можно из картона. Ну, конечно же, не очень толстого. И тогда наша коробочка будет вообще прочная. И тогда уже вы можете ее тут раскрасить и использовать по своему усмотрению. Снова же приехали в лес на пикник. А тарелки забыли. Наделали коробочек, насыпали картошечки, салатика и раздали своим друзьям и знакомым. Вот такие замечательные коробочки. И мне кажется, не так уж и сложно. Так, будем дальше усложняться. возьмем сложный пакетик, который подойдет для очень надежного хранения. Этот пакетик из курса почвоведения. Почвенные образцы в нем не просыпаются. Точно как не будет просыпаться никакое любое другое вещество. И можно будет трясти, вращать, бросать. Он может падать с высоты и он ни за что у вас не раскроется и не просыпется. Берем лист. Я беру большой лист, чтобы вам было понятно, наглядно. Пакетик может быть любой. Мы его можем даже сделать из такого листика и из такого листика и из такого листика. Только надо будет проявить ловкость наших пальчиков. Мы складываем его почти пополам. Оставляем краешек. Краешек протяживаем. Еще раз подворачиваем. Протяживаем. Теперь мы уголочек доводим до линии изгиба. Довели линии изгиба. И этот уголочек мы доводим до линии изгиба. Но предварительно мы сюда насыпаем наше вещество или семена. То, что нам надо перевести или хранить. Потому что, как видите, в готовом состоянии мы туда уже ничего не сможем насыпать и извлечь, пока его не развернем. Поэтому насыпали на этой стадии. Подвернули до линии изгиба. Протяжили. Перевернули. Теперь подворачиваем край. В зависимости от того, сколько насыпано супучего какого-то вещества или семян, мы так будем и загибать эту сторону. Так. Так. Если будет очень много, тогда этот краешек пойдет сюда. Если у нас поменьше насыпано, значит мы можем сделать так. Смысл в том, чтобы оставшийся свободный уголочек завести под сгиб. Завели. Все у нас проутюжили. И вот получился такой замечательный пакет непросыпайка. Можно из самолета бросить, я думаю, что он в воздухе не развернется. Мне кажется, было несложно. Смотрим еще раз, что у нас было. Проутюжили край, к нему заводили уголочки к изгибу, потом мы переворачиваем, потом мы сложили, потом мы завели. Складываем и заводим столько, сколько у нас тут насыпано чего-либо сыпучего. Отложили. Ну и теперь, мне кажется, уже полегче будет. Теперь в следующий пакетик мы складываем лист пополам. Он тоже весьма надежный. Тоже используется в химии для хранения навесок, для того, чтобы потом не надо было дополнительно нам что-либо взвешивать. Край соединился ровно. Один подгиб, второй подгиб, перевернули, отвернули. Уголочек до края и этот уголочек завели в наш манжетик. Протяжили. Один край готов. Чем хороши такие пакетики, потому что еще на стадии производства сюда можно что-нибудь насыпать. Пусть мы отправим сюда наши коробочки длинного сделаем. Отправим. Теперь мы заламываем и заводим уголочек за манжетик. Снова заломали. Если у нас много пакетиков, у них хранятся семена, либо вы зимой наделали навесок различных препаратов, допустим, янтарной кислоты, удобрения какого-нибудь, вы можете здесь на этом отвороте написать у меня где-то были уже готовые семенами. Я пишу название, я пишу название, затем рядами и колоннами выставляю, можно в лафаитном порядке систематизировать, смотря, что вы там насыпаете, и очень легко потом искать. пакетик. На этом ангеле напишем и потом выискиваем вот такой пакетик. То есть с помощью обычного листа, если мы его делаем пополам, обычный пищевист пополам и еще раз пополам. Если еще раз пополам, мы и сможем что-то сделать, но если еще раз пополам, то это уже будет трудновато, но иногда и такой размер кому-то интересен. будет пакетик поменьше, смотрим в ускоренном варианте, раз, обогнули, обогнули, еще раз, и завели уголочек и готовый пакетик. Вы их можете сделать и потом в следующем сезоне туда складывать семена. Следующий размер если семян или препарата мало, пусть у вас будут заготовлены вот такие пакетики. Вы даже можете соль на пикник с собой взять, либо сахар отвезти куда-нибудь, куда вы там собрались. Следующий размер и самый маленький, это еще можно сделать с помощью пальчиков. Вот из обычного листа бумаги мы сделали различные пакетики разного размера для разных объемов. Ну, занимайтесь. Всего хорошего. Пишите нам, спрашивайте. Будем дальше развлекать. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры субтитры